всем привет друзья с вами не льв горный это игра minecraft сегодня это будет отчет отчет что происходило на стримах кто ну для тех кто не смотрел стримы или не хочет их смотреть но интересно допустим что происходит надеюсь такие вообще есть или для тех людей которые просто пропустили стримы так вот и сегодня я расскажу что было на стримах по майнкрафта что мы создали идеи какие-то ну и какие-то некоторые моменты но для начала я бы быстренько хотел сказать что вы можете всегда зайти на наш сервер в любой момент потому что он бесплатный можно зайти на данный момент два сервера и можете на любой зайти блин три раза рассказал можете зайти но вы понимаете я просто очень хочу чтобы вы зашли на сервер это у нас спаван здесь вы можете начать будьте защищены от всех монстров при этом при всем здесь же есть и портал в ад то есть внизу можете пройти если у вас портала не будет или вы его не сможете скрафт потому что у нас есть небольшие ограничения и начинаете путешествовать на этом сервере magic engineering я играю на нем тут вот уже ребята какие-то построились рядышком он тут уже дома ухты смотрите красотища какая блин прям потрясающий домик вау офигенно я вот так вам скажу домик просто офигенный серьезный с камином но это будет наверное уже подробнее в следующий раз после вайпа на сервере я начал заново и долго ища место где начать и как начинать я добрался до деревни от который сейчас уже осталось очень мало даже жителей ни одного нет но у нас есть место откуда мы их можем привести и была идея такая решено было развивать идею такую что построить город город то есть со внутри зданиями инфраструктурой до обвести его забором стенами башнями воротами и вокруг потом потом вокруг выдавать землю если люди хотят построить какой-то красивый дом то есть и тем самым просто строить какой-то такой именно красивые красивые такое ну как бы это сказать раз красивый развитый город какой-то ну вот так вот такая идея посмотрим как это в итоге все выйдет не знаю но в данный момент сейчас я развиваюсь именно вот здесь вот я развиваюсь не один со мной играет еще три человека это модератор и встреча и просто близкие мне люди так скажем да то есть это рубус это нг пиши и упссори они здесь играет у каждого есть свои как сказать не то что задачи но какие-то интересы да в данном случае angry angry у нас развивает мод иммерсив инжиниринг допустим упс решил заняться кузнечеством то есть он у нас прям отвечает за наше оружие за как видите вот здесь вот вот здесь вот можно заценить да то есть развешивать всякие кирки то есть он развивает тинкер констракт ну и строит в этом направлении здание довольно-таки интересно все построено у энгри только начало строительства как видите вот тут огромнейший завод начинается строить надеюсь получится очень круто и рубик это можно сказать у нас культист потому что он занимается магией крови и уже очень много интересных способностей нам дал и магии для того чтобы развиваться даже вот есть такая вот штука как так у меня ее сейчас нету ну ладно не буду показывать тогда приходите на стрим и увидите но в общем магии очень много интересные здесь прям прям что жутковато и творится особенно знаете мне понравился один момент вот сейчас давайте спустимся вот сюда вот я хочу вам показать реальным я я прям был в шоке когда зашел вот в эту комнату и увидел вот это вот мы это прям меня удивило здесь приносится в жертву королы ради маны да то есть как то так вот я это понимаю потому что в этом моде я не разбираюсь я же изначально взял на себя роль кормильца можно так выразиться потому что сейчас бы вывести вот отлично то есть я стал развивать мод пампс харвест или как то так то есть только тот мод который отвечает за еду изначально мной было построено вот это вот здание здесь у нас растет еда и как видите фруктовые деревья на данный момент это здание закончено полностью и засажена тоже полностью это растение стало но засадили полностью и как бы растение стало немножко не хватать поэтому будем рассаживать сюда чтобы получать больший результат больше больше всяческих растений занимался я тоже это не один стрим занимался потому что думал сначала показывать после каждого стрима делать обзор но потом понял что это слишком будет часто выходить поэтому нечего будет рассказать кстати изначально я поселился вот в этом домике да то есть домики от деревни сейчас он уже наполовину пуст точнее практически пуст вообще полностью тут уже ничего нету то есть видите пол пустые снуки потому что уже мы разъехались каждый по своему углу но изначально начинали здесь довольно было весело также вот здесь у нас находится склад это тоже временный склад но вот склад время написано собственно да то есть она здесь руды ресурсы вон видите тонны всего лежит алмазов дофигище просто потому что но в четвером конечно намного легче играть но к законченным постройкам к законченным постройкам переходим еще раз повторяюсь это вот место где у нас растут деревья как видите вот здесь допустим вот фрукты питания я не знаю что за фрукт такой вот здесь допустим нас гранат растет здесь у нас папайя растет здесь вот что это такое авокадо то То есть, ну, понимаете, да, то есть вот несколько даже растений еще не выросло, но, наверное, вырастут скоро. И, конечно же, внутри очень-очень много все культуры. Не то, что очень много, а все культуры, которые можно выращивать. Почему? Почему я решил сделать именно на это упор в самом начале? Потому что еда у нас на сервере имеет очень важную роль. Когда вы едите, допустим, ну вот, давайте... Нет, я не смогу вам показать ладо. Хотя нет, могу. Давайте вот соберем вот так вот, вот так вот наведем и вот так вот на интернет. Вы еще не употребляли это. То есть, в принципе, вот этот овощ можно съесть четыре раза. Потом у него начинается кулдаун и он начинает устанавливать сытность, ну, свою сытность. И тем самым вы не можете наесться, как раньше, допустим, или в ванильном Майнкрафте, каким-нибудь обычным батоном, да, или там стейком какой-нибудь свининой или говядиной, и тем самым забыть о голоде совсем. Здесь же приходится готовить еду. Готовить еду разнообразную. И если обратиться к этому моду, вот, вот начиная от этой линии, то вот вниз это вот всяческие кулинарные изделия. Вот здесь вот очень большое количество. И этому было посвящено вот это здание. Вот. Это последнее, что я закончил на стримах и еще закончил за кадром. Потому что на стриме я построил стены, крышу, а за кадром уже построил внутреннее убранство и, как бы, вот внутреннюю часть всего. Здесь я буду готовить еду, и это будет, как бы, у нас столовая. Плюс ребята, если захотят сами приготовить себе еду, ну, те, которые живут в городе, да, и... ну, или будут пользоваться той едой, которой я приготовлю, и она будет лежать. Пока мало что приготовлено, и сразу скажу, здание закончено само, но вокруг него, как бы, ну, еще ничего не сделано. Потому что вот это здание снесется. Здесь будет какая-то красотень, красотень, ну, не знаю, подумаем еще. То есть здесь небольшой сад будет разбит еще, то есть с деревьями фруктовыми, потому что пока что не влезло все наверх, и мы думаем, как расположить. Наверное, либо будем это здание расширять все-таки, либо я сделаю сад. Посмотрим. Если говорить о этом здании, блин, мне очень понравилось, как у меня получилось. Потому что я всегда, когда строю, сложно понять, что в итоге выйдет, но в итоге получилось как-то, ну, прям, ну, очень хорошо. Здесь у нас вот, как видите, два этажа с чердаком, но как-то вот так вот получается. Такая вот у нас терраса, я не знаю, или такой вот большой балкон присутствует при этом. Там открытая, как видите, открытая часть есть такая, вот можно так посмотреть и поблизываться. Ну, или давайте зайдем и посмотрим, что у нас внутри. Так как сервера был убран декор-мод во благо FPS, да, и во благо того, чтобы можно было играть на слабых компьютерах, то пришлось украшать все ванильными какими-то способами, в которых я не силен. Серьезно, я не силен в ванильном Майнкрафте, и создавать какие-то украшения ванили я не очень сильно умею. Поэтому, если уж кому-то что-то не понравится, то, ребят, сильно не критикуйте. Давайте я расскажу о самом здании внутри. Вот эти полочки, здесь будет лежать готовая еда. Ну, надеюсь, хватит. Ну, хватит, хватит по-любому. Это у нас просто такое, ну, как бы украшение. Ну, и все остальное, в принципе, тоже, можно сказать, украшение. Тут типа диванчика, да, можно посидеть, поесть, да, то есть тортики стоят, можно уже ими питаться, допустим. Ну, и вот здесь вот у нас уже установлено хранилище, да, то есть здесь хранятся все ингредиенты, из чего можно готовить. Как видите, все растения, которые идут в рецептах этого мода, также все дополнительные ингредиенты, как соль, молоко, сахар, ну, и всякие курочка, которые нужно выращивать, убивать, охотиться и тому подобное. Здесь у нас сделано, ну, допустим, это для переработки меда, ну, и здесь вот будем крафтить инструменты для готовки, собственно. Ну, и печка, на всякий случай. Так что вот здесь вот все это и будет происходить. Колодец для воды стоит, да. Это колодец, с которого можно брать бесконечно в воду. То есть, ну, вот как-то так. Вот здесь вот мясо вялится, как видите, точнее, плоть зомби, которую можно осушить, так скажем, завялить и ее скушать, тоже насытившись. Ну, здесь дополнительные сундучки. Как-то так. Давайте повыше. Надеюсь, я подробненько показал. Так, это у нас второй этаж. И второй этаж, он, конечно же, ну, как бы это объяснить, он исключительно декоративный, да. То есть, вот, типа телевизор, ну, и типа приставки, что-то типа такого получается. Как-то так. Здесь, вон, две кровати. Полочки. Ну, мне кажется, довольно-таки получилось хорошо, ну, и уютненько. Самое главное, что есть чувство уюта, это самое главное. Давайте дальше. Здесь балкончик. Здесь, я честно, я думал, думал, что здесь расположить, но потом как-то так вот не придумал ничего. Если у вас будут варианты, то пишите, конечно, в комментариях. Я, может быть, воспользуюсь вашим советом. И еще маленькая часть есть чердак. Чердак у нас не просто так, он не пустой. И мне он очень нравится. Сейчас я вам покажу чердак. Да, ребятки, да. Это у нас здесь сушится мясо, да. То есть, у нас здесь сушится хамон. Ну, можно так, наверное, выразиться. Как видите, вот он тут висит. Вот тут рыбка даже вяленая есть, да. То есть, плоть также присутствует. Пила. Ну, и, как видите, даже капельки крови изобразили. Какие-то вентиляторы. Все работает, все функционирует. Ну, если уж честно говорить. И если кто не знает, то, конечно, вентиляторы это всего лишь декор. Здесь потому что сушилки висят. Но сделано прикольно. И мне кажется, ну, получилось симпатичненько вот эта часть. Особенно мне прям нравится. Так, давайте сокроем. Ну, вот так вот. Вот такое занятие было. Последних несколько стримов. Наверное, стрима 3 или 4. Где я развивался, да. То есть, и добивался таких целей. Получилось довольно-таки неплохо. И, ну, как бы будем продолжать в том же духе. Будем продолжать строить. Строить очень многое нужно. Это и более грамотный склад. Более красивый склад. Это моя личная задача. Будет дальнейшее развивать мод ботании. И под него тоже строить здание. И заниматься развитием ботании. Блин, здание прям потрясающее. Я сам же в кайфе от того, что у меня получилось. Это очень многого стоит. Потому что, когда бывает у меня такое, что ты достраиваешь что-то и тебе не очень нравится. И, ну, как-то вот так вот будем развиваться. Ботании. Посмотрим, что ребята построят. И я надеюсь, что они не закончат на своих зданиях. И будут строить дополнительные какие-то здания. Исключительно просто для красоты, возможно. Также мы вместе все займемся постройкой стен и башен. Но это уже в дальнейшем. Посмотрим. Главное, чтобы нам хватило терпения реализовать всю эту идею. И на данный момент я бы хотел только попросить. Ребята, если вы захотите прибежать вот сюда куда-то и начать где-то рядом жить или развиваться. То, пожалуйста, я вас предупреждаю. В расстоянии 200 блоков от этого места. Принудительно будут все дома и все жители. То есть дома будут убираться. Либо вы будете перенесены в другое место принудительно. Пока не нужно, пожалуйста, застраиваться. Потому что и не нужно рядышком строиться. Места на сервере очень много. Я вас прошу почему. Потому что мы можем воспользоваться этой территорией. И вы нам будете мешать. И будет обидно, если у нас будет какой-то конфликт. Поэтому поймите меня правильно. И просто не стройтесь рядышком, а стройтесь где угодно. Вы в любой момент можете прийти посмотреть. Обязательно только спросите. Пожалуйста, типа я не помешаю, придя посмотреть. Если хотите посмотреть. И все будет в порядке. Мы же все люди, все друг друга понимаем. Ну, вот так вот. Надеюсь, я как-то понятно рассказал. Интересно. Так что буду ждать вас на нашем сервере. Приходите. Потому что это не только один сервер. Это еще и второй сервер. На котором тоже очень интересные моды стоят. Ну и всем всего удачи и пока.